мы продолжаем наше занятие по решению простейших тригонометрических уравнений и сегодня мы будем говорить о уравнении синус x равен а также начнем с частных случаев этого уравнения частные случаи и тогда справа у нас 0 1 и минус 1 итак координаты точки также выписаны и так мы решаем уравнение синус x равен единицы вторая координата это по синусу единица вот у нас и тогда решение этого уравнения принимают вид x равен пи на 2 и единственно раз единица у синуса значит плюс 2 пи н дальше решим уравнение синус x равен нулю синус x равен нулю смотрим вторая координата 0 вот точка и вот точка это точки горизонта которые в общем виде мы можем назвать x равен пи n где n число целое следующее мы запишем уравнение синус x равен минус единица минус единица вот эта точка это угол поворота на угол минус пи на 2 x равен минус пи на 2 и встречается эта точка единственный раз значит следующий раз будет через полное количество кругов теперь если а принадлежит отрезку от минус единицы до единицы но не является числом 0 1 и минус 1 а значение синус принимает из отрезка от минус единицы до единицы при повороте на угол от минус пи на 2 до пи на 2 каждое свое значение на принимает единственный раз ну вот взяли значение а отметили на оси синусов провели перпендикуляр кассе получили вот этот вот эту точку на окружности и эта точка полученная поворотом точки 10 на некоторый угол альфа который является арксинусом а но на окружности мы видим вторую точку как ее выразить мы видим что вот эти углы одинаковые по величине да и чтобы выразить нам вот этот угол начинает выйти в пи и потом вернуться на вот этот острый угол альфа который был назван раньше и тогда две серии корней этого уравнения будут выглядеть так x равен арк синус а плюс 2 pm где n число целое или это первая серия корней можно ее назвать вторая серия корней будет выглядеть так пи вычесть арк синус а плюс 2 пи n где n число целое есть формула объединяющие оба эти решения и записывается она следующим образом x равен минус единица в степени к арк синус а плюс пика где к число целое но в этой формуле можно заметить если мы будем брать четное число к тогда здесь будет 2 пи 4 пи то есть это точки которые расположены справа ну и мы получаем тогда 2 пи положим плюс арк синуса то есть это будет вот эта точка при нечетных значениях к вот здесь будет нечетное количество пи а эти точки у нас расположены вот здесь и тогда у нас получается что от нечетного количества пи мы отнимаем арк синус то есть отсюда мы будем возвращаться вот сюда будем получать вот эту точку но еще надо заметить что арк синус от минус а равен минус арк синус а то есть если формуле вот здесь будет число отрицательное вот этот минус станет как множитель передах синусом и тогда сюда прибавится еще один множитель минус 1 то есть формула будет задано так x равен минус единица в степени к плюс 1 арк синус уже положительного числа плюс пик а где к принадлежит целым числам вот давайте решим несколько уравнений такого типа например решим уравнение синус x синус x равен корень из 3 деленный на 2 и так это уравнение не является уравнением частного случая да не является частным случаем значит будет работать общая формула тусе и могу записать так x равен минус единица в степени к арк синус корень из 3 деленный на 2 плюс пика где к число целое угол синус которого корень из 3 делить на 2 это табличное значение да и мы переходим к углу x равен минус единица в степени к угол синус которого корень из 3 на 2 это угол пина 3 плюс пика где к число целое ну вот так будет выглядеть решение этого уравнения теперь давайте возьмем следующее уравнение синус 2x прибавить и пополам равняется нулю справа 0 это уравнение частного случая а тогда работает формула частного случая мы помним что у синуса 0 значит точки записываются видом пен тогда вот этот аргумент 2x плюс пина 2 будет равен пи-эн теперь слагаемая пина 2 перенесем в правую часть здесь останется 2x 2x равно минус пина 2 прибавить пи-эн ну а теперь надо все поделить на 2 чтобы выразить x и того x будет равен минус пи на 4 прибавить пи на 2 н где н число целое а теперь давайте разберем уравнение которое нам предлагают в номере 5 по этой теме уравнение следующее синус пи x деленный на 7 равен минус единице вопрос решите уравнение укажите наибольший отрицательный корень опять-таки обратили внимание на правую часть справа минус единица а это говорит что это частный случай уравнения иначе мы должны выписать для этого аргумента когда у синуса минус единица мы помним что минус пи на 2 плюс 2 пи-эн и того выписываем этот аргумент пи-экс деленный на 7 будет равен минус пи деленное на 2 плюс 2 пи-эн где н число целое нам нужно выразить x а для этого мы левую правую часть умножим на 7 разделим на пи и того уравнение принимает вид x равен минус остается пи у нас сокращать сокращается здесь останется дробь 7 вторых минус 7 вторых здесь когда мы домножим пи сократится и останется плюс 14 и мы получили серию корней выраженную через м она спрашивает а наибольшем отрицательном корне тогда перебирая и можем сразу сориентироваться до при и равном нулю x будет равен вот сюда 0 подставили это 0 мы получаем минус 7 вторых а это минус 3 целых пять десятых и теперь можно проанализировать дальше что пойдет у нас да если я беру n равна единице то к минус 3 целым пятидесятым мы прибавим 14 мы получим положительный корень то есть это будет корень не удовлетворяющий условия а если мы возьмем n равное минус единице то наш полученный корень будет уже лежать левее чем минус три с половиной он будет меньше значит в ответ мы выпишем минус 3 целых пять десятых давайте возьмем еще одно уравнение из такой же серии синус пи x деленный на 6 равен минус 0,5 5 десятых найти наибольший отрицательный корень опять-таки мы смотрим что у нас здесь уравнение не является частным случаем уравнение общего вида на чем мы выписываем две серии корней для этого уравнения то есть мы пишем пи пи x деленный на 6 будет равен у синуса минус одна вторая это у нас что будет минус пи на 6 плюс 2 пи н или мы мы скажем этот аргумент пи x деленный на 6 будет равен минус 5 пи деленный на 6 плюс 2 пи н в каждом случае мы выражаем x то есть умножаем на 6 и делим на пи и так в первом случае мы получаем x равен минус единица прибавить пи сократилась 12 н а во втором случае x равен так минус 5 прибавить 12 н нам нужен наибольший отрицательный корень ну наибольший отрицательный корень опять-таки при н равном нулю x будет равен минус единице а здесь при н равном нулю x будет равен минус 5 ну из этих двух корней больше минус единица значит в ответ даем минус единицу на этом мы закончим уравнение вида косинус x равен а я желаю вам удачи в решении этих задач ну и успехов на егэ сэр у сэр сэр Продолжение следует...